Накануне на границе с Польшей белорусский пограннаряд зафиксировал очередную попытку вытеснения группы беженцев. Все они были доставлены с польской территории к заграждению. Большинство иностранцев были истощены и обессилены. Тем не менее, западных силовиков не смущает тот факт, что они бросают людей в смертельной опасности. Как отмечает Госпогранкомитет нашей страны, бесчеловечная политика в отношении уязвимых групп до настоящего времени остается без внимания со стороны Евросоюза. Польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в 200-метровую приграничную полосу на границе с Беларусью. Все это свидетельствует о нежелании показывать общественности реальное положение вещей. Реальное положение таково. Никакой жалости и человечности к тем, кто нуждается в помощи. Только порции жестокости. Очередной пример продемонстрировали латвийские силовики. Накануне они выкинули на территорию Беларуси гражданина Сирии, который пытался попасть к родным в Евросоюз. Мужчине требовалась медицинская помощь, но вместо этого его бросили умирать в сугробе. Не смутил даже устойчивый минус за окном. На помощь пришли белорусские врачи. Подробности в репортаже. Мне здесь помогли. Лечат. Теперь я хорошо себя чувствую. Это сейчас гражданин Сирии Аль-Ахмат Абдуллах Ибрагим чувствует себя в безопасности. Но накануне мужчину в бессознательном состоянии обнаружил пограничный наряд. На этих кадрах видно, как беспомощный человек лежит в снегу. Белорусские пограничники оказали первую помощь и вызвали медиков. По пограничным нарядам вблизи белорусско-латвийской границы был обнаружен мужчина в восточной внешности в бессознательном состоянии. При себе он имел копию паспорта гражданина Сирии. В ходе разбирательства установлено, что латвийские силовики вытеснили беженца на белорусскую территорию. В Брасловскую ЦРБ иностранец поступил с признаками истощения и обморожения. Также врачи диагностировали сахарный диабет. Что могло произойти с обессильным человеком, которому требовались лекарства, латвийских силовиков, по всей видимости, не сильно беспокоило. Белорусские медики оказали гражданину Сирии всю необходимую помощь. В тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение. Учитывая, что зима поступает в тяжелом состоянии, особенно два случая, которые были до этого, мы долго боролись за их жизнь. И в последующем мы переводили их на дальнейшее лечение уже выше стоящей организации. Сколько пролежал на морозе, вспомнить сложно, говорит Сириец. Шел к мечте жить в Европе, а оказался за забором демократии. То, что его там не ждут, стало понятно уже во время встречи с латвийскими силовиками. Я очень долго шел к своей цели – попасть в Европу. У меня там много родных. Я замерз, у меня не было еды, воды. Но латвийские военные мне не помогли. Наоборот, они меня ударили, мне было больно. Эти солдаты очень плохо относились ко мне. Я потерял сознание. Уже на территории Белоруссии мне помогли белорусские пограничники. Если бы не они, я не знаю, что со мной было бы. В Европе у мужчины много лет живут родные и друзья. Бежали от войны, разрухи и голода. Оставаться на родине больше не смог и он. Готов работать, учиться, о чем пытался донести людям в форме. Но те даже не стали слушать. Мужчина никак не ожидал, что столкнется с такой жестокостью. У меня родные семь лет живут в Европе. Почему я не могу их увидеть? Я обычный человек, который хотел нормально работать, чтобы мои дети учились в хорошей школе, в университете. Дома я не могу заработать денег. Я не могу кормить семью. А это кадры из Верхнедвинского района. Латвийские силовики вот так просто выкинули мужчин и женщину. Не смутило даже их беспомощное состояние. Вот еще недавний случай. Гражданина Бангладеш с признаками переохлаждения обнаружили наши пограничники. До этого с ним жестоко обошлись литовские военные. У каждого из граждан Сирии, Ирана, Ирака, Бангладеш, с которыми вот так бесчеловечно поступили, на пути к лучшей жизни своя история. Люди искали защиту в странах Евросоюза, а по факту их выбросили и оставили умирать. Гуманность, она ведь за рамками европейских ценностей. Марина Романовская, Михаил Христофоров, агентство теленовостей, Витебская область.